А видеопольская прокуратура якобы пытается замять дело. Последствия страшного ДТП на Сахом-Лимане отказывается расследовать. По словам пострадавших, правоохранители фальсифицируют документы, а виновник аварии до сих пор не понес никакого наказания. Больше подробностей далее в нашем сюжете. Вот рука моя, вот правая рука, вот совсем в каком состоянии. Ну, как сказали, что она разломана в хлам. А потом врач сказал, что слепили ее просто конфету, ну, что была она в очень сложном состоянии. В сентябре прошлого года Алла Сиваш попала в страшное ДТП. Женщина возвращалась домой с работы в село Сухой Лиман на последней маршрутке. Дорогу переходила на пешеходном переходе. Однако это ее не спасло. Мы гурьбой выходили. Мы все время так, ну, выходит группа людей, и мы все переходим дорогу. Там нет светофора. Но машины, когда мы переходим дорогу, они притормаживают и пропускают нас. В этом мы уже дошли до половины дороги, и меня сбила машина. Перелом обеих ног, руки и таза, две операции, металлические стержни, две пластины в конечностях. Женщина получила инвалидность первой группы. Однако виновник аварии до сих пор не понес никакого наказания. По словам Аллы Сиваш, а Ведеопольская прокуратура и следователь Великодолинского отделения милиции пытаются замять дело. Пострадавшая якобы переходила дорогу в неположенном месте, а тяжесть ее телесных повреждений средняя. Для первой судмедэкспертизы следователь предоставил всего 13 рентгеновских снимков из 25. Страшные ДТП зафиксировали и камеры видеонаблюдения магазина рядом с остановкой. По словам пострадавшей, следователь утверждает, что нет никаких свидетелей ДТП. Не дает он возможности провести повторную судмедэкспертизу. А саму Аллу никто ни разу не допрашивал с момента аварии. Говорит, ну а что вообще смысл делать ее? Говорит, средней тяжести и тяжкие телесные это практически одно и то же. Ну вы конечно имеете, вы вправе требовать возмещения ущерба с этого человека. Но если он ранее не судим, ему не светит заключение. Добиться справедливости от правоохранителей и каких-либо компенсаций от виновника ДТП Алла Сиваш с мужем не могут. По их словам, супругу пострадавшей даже угрожали. Я когда обращался в милицию, первые нападения, то что они у меня напали, это за счет того, что жену сбито здесь на пешеходном переходе. Я ехал от следователя, это было где-то часов в пять вечера. Ехал и расчет доехать на заправку, не доезжая где-то метров 200 до заправки. Остановился передо мной, черная иномарка, вискальчили трое. Мне чисто повезло, я их раскидал, один успел меня по руке ударить. По словам окопа, таких нападений было несколько. Они с женой уже обратились в главное управление полиции Одесской области. А пока женщина, инвалид первой группы, осталась без работы с двумя несовершеннолетними детьми.